МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости телеканала НЕКОПЛЮС, студии Анны Березина. Здравствуйте. Сегодня днём в Петрозаводске творилось нечто невообразимое. В Соломином полыхала пилорама, а по пути на пожар перевернулась машина спасателей. Наша съёмочная группа стала свидетелем произошедшего. Спасатели спасали спасателей. Не часто, но такое случается. Под завязку, наполненная водой, пожарная машина спешила на вызов. Почти три тонны воды. С таким грузом манёвры на дороге весьма опасны. Пожарная машина следовала на пожар в посёлок Соломинное, с включённой световой и звуковой сигнализацией. Что произошло, кто, так сказать, виноват, разберётся компетентные органы. Не пострадал никто? Нет, никто не пострадал. Очевидцы заметили, пожарная машина задела два автомобиля. По каким причинам, пока неизвестно. Один из них пострадал незначительно. Серьёзные повреждения получил Форд. Водитель не ранен. Ехали впереди, учебная девятка и Форд Мондео. Ну вот, въехала, сзади пожарная машина. Взяла, сбила. Одну сначала машину ударила, потом вторую и улетела сама туда. Вся история. В случившемся предстоит разобраться. Как и в причине пожара, на который спешила машина спасателей. Охрана пилорамы, где произошло возгорание, нашу съёмочную группу на территорию не пустила. Давай закроем ворота, там много еще. Известно лишь, что огонь удалось потушить. Пожарные сработали оперативно. В огне никто не пострадал. Ефим Овчинников, Александр Борисов, телеканал Ника+. Республиканские власти планируют перенести детскую психиатрическую больницу из деревни Косолма в поселок Матросы. В психиатрическую больницу закрытого типа. Родители маленьких пациентов уже обратились с открытым письмом к общественности. Они уверены, этот шаг лишит их детей необходимой медицинской помощи. И помощь, которую оказывали их детям в больнице деревни Косолма, в Матросах заменят обычной изоляцией маленьких пациентов. Само отделение будет перенесено в поселок Матросы, зная, что это за место, зная комментарии этого места, достаточно жуткого, достаточно никак трудно себе представить наличие детей там вообще. Это все-таки большой комплекс, где огромное количество больных взрослых людей, где обстановка достаточно неприятная. Даже скорее жуткое, более похоже на тюрьму, огромные заборы, колючая проволока, серое окружение. И, конечно, в такую больницу уже ни одна здравомыслящая мать своего ребенка не повезет. Родители уже поддержала общественная организация «Мама». Мы ждем официальных комментариев от Карельского министерства здравоохранения и продолжим следить за этой темой. В Петрозаводске открылась традиционная школьная ярмарка. Как и в прошлые годы, она начала работать на пересечении улиц Анухина и Красной. Мы узнали, на что в преддверии нового учебного года наибольший спрос и какова нынче цена знаний. Традиционную школьную ярмарку пока в самом начале августа массовой назвать нельзя. Зато особо предусмотрительные уже успели сравнить цены здесь и в городских гипермаркетах. Там, говорят, дешевле. Но туда далеко идти. Я здесь доехала две остановки и пришла. Там дешевле что? В основном там тетради подешевле. Ну и, естественно, там подешевле карандаши нашего отечественного производства. Не импортные какие-то, нашего отечественного производства. Ну, в общем-то, и все там. А все остальное где-то так на уровне. Так что, если вы хотите снарядить родное чадо в школу побыстрее, выбирайте что-то одно. Если поэкономнее, то придется прицениться, обойдя, возможно, несколько торговых точек. Правда, несомненный плюс ярмарки, здесь можно поторговаться. Вот мы вчера нашли ранец, он стоил около 1000 рублей. 5% спитка, потом еще с хозяйкой переговорили, в общем-то, за 900-100 рублей спитка. Хорошо берут предмет на тетради, но, видимо, что там подсказки вначале и какие-то правила есть, и поэтому пользуются этим. Они дороже, да? Нет, не, а наоборот дешевле. По словам самих продавцов, больше всего в этом году подорожали школьные портфели иранцы. Самый дешевый стоит 800 рублей, самый дорогой около 2000. Плюс пенал, его цена варьируется от 70 до 300 рублей. Дневник, тетради, краски и другие канцелярские принадлежности. То есть, по минимуму собрать первоклашку в школу, а точнее только укомплектовать его ранец, будет стоить не менее 5000 рублей. Школьная ярмарка будет работать в течение месяца с 10 до 19 часов. Анна Березина, Айна Телькинин, телеканал «Ника плюс». 75 лет исполнилось одному из старейших работников телевидения Карелии, Юрию Ивановичу Титову. За 40 лет он прошел путь от техника до ведущего инженера лаборатории. В день рождения у юбиляра побывала наша съемочная группа. 75. Так много и так мало, говорит юбиляр. Сколько сделано, а сколько еще хочется успеть сделать. В далеком 68-м году Юрий Иванович понял, что на заводе «Авангард» дела совсем плохи. 9 месяцев в году командировки. Тогда друзья посоветовали ему попробовать себя на карельском телевидении. Так он стал техником в лаборатории. Вскоре появились спутниковые тарелки, и Юрий Иванович с командой отправился в карельскую глубинку настраивать телевизоры на прием тогда еще только двух первых программ. В те 80-е годы он впервые своими глазами увидел чудесную силу телевидения. Вошел я в водочный и спросил, как у вас дела-то тут? А говорит, как вы запустили телевидение? Говорит, мужики меньше стали бегать вечером в заводской. Юрий Титов был ведущим специалистом по внедрению в нашей республике цветного телевидения. Он строил первые спутниковые станции и ввел в строй десятки телевизионных ретрансляторов по всей Карелии. У нас была вторая по номеру спутниковая приемная станция от гражданского назначения. Вторая в Советском Союзе. Это была экспериментальная, и он был участником внедрения этого нового оборудования. Мы к нему с достаточным уважением, и мы помним, что он сделал. Уже 15 лет Юрий Иванович не работает, но по-прежнему требователен и к себе, и к другим. К воспитанию внуков подходит с особым участием. Кроме воспитания подрастающего поколения, Юрий Иванович любит проводить время на даче за чтением книг или на рыбалке. Телевизор смотрит редко. Однако мечтает застать то время, когда на телеэкранах появится коллографическое 3D-изображение. Анастасия Зайцева, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. Что готовит очередной выпуск проекта ТВ по-нашему? Узнайте после рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Новые серии мягкой мебели. Хиты продаж в магазинах Хитмебель. Установка окон от компании Век Стеклов доставит вам истинное наслаждение. Компания Век Стеклов. Телефон 702-302. Меняй унылые гудки на хитовой мелодии. Звони с мобильного 0960. Слушай, выбирай лучшее. Устанавливай хиты на звонок или вместо гудков. Звони. 0960 по рот 181. Подключение услуги кудок бесплатно. Свайные фундаменты на грунтах любой сложности. На неровных участках и холмах. А также заборы и пирсы. Установка за один день. Улица Нежской флотилии 1. В магазине Позитроника ты получишь 3G-модем с оплаченным трафиком. В подарок каждому ноутбуку. Круто! Позитроника. Коголевский центр. Для приготовления шашлыка мы берем наисвежайшее мясо, добавляем овощи и специи, которые придают неповторимый и утонченный вкус. Такое блюдо сделает отдых на природе незабываемым. Лотос Гурман. Варклоса 11. Кредиты наличными. Русслав Банк. Минимум документов. Быстрое оформление. Оформи заявку по телефону 79-28-53-78-53-69. Вы смотрите новости и мы продолжаем. В пятницу, 5 августа, всех меломанов ждет телерадиопроект ТВ по-нашему. На этот раз эксклюзивное право на показ новых клипов дали такие именитые музыканты, как Сергей Галанин, группа 7Б, бригадный подряд. В ролях всеми любимые Гарик Сукачев и Михаил Ефремов. Уже второй раз подряд эфир программы ТВ по-нашему Андрей Белый и Ефим Овчинников будут вести прямо с крыши телекомпании Ника. Такие виды на Петрозаводск знакомы немногим. Авторы проекта специально связались с известными отечественными исполнителями и попросили прислать самое свежее видео. Не отказал никто. Сергей Галанин прислал клип «Детское сердце». Его видели лишь пользователи интернета. Кроме Галанина на видео Гарик Сукачев, Михаил Ефремов, дети знаменитостей. Михаил Ефремов снялся и в клипе знаменитого интернет-персонажа Вася Обломова. Это вы тоже увидите в ТВ по-нашему. Раскачут рекламные блоки, на куски разделяя кино. Все влюбленные вместе, все плохие подохли. Вот оно, унылое говно. Ну и, конечно, новое видео прислали старые друзья нашего радио и телеканала «Ника плюс». Группа «Бригадный подряд». А команда «Муха» закончила съемки клипа за день до эфира. Кроме того, видео от группы «Сембэ» и «Ангел небес» ждут вас в пятницу, 5 августа. Эфир в 19.00 на телеканале «Ника плюс». Пропустите, добро пожаловать на наш сайт nikodefismedia.ru. И это все новости к этому часу. Увидимся. Петрозаводск МАШ ТМП. Отличные печи для дома и бани, товары для отдыха и туризма. Новый отдел в гипермаркете «Сигма». Квалифицированные консультации и бесплатная доставка по городу. Стоматологическая клиника «Лайт». Добро пожаловать в мир безмятежного спокойствия. Расслабьтесь и приятного отдыха. Стоматологическая клиника «Лайт». Набережная Варкулса, 25. Телефон 70 92 92. Новая летняя коллекция обуви в магазине «Ральф Рингер» и «Франческо Донни». Для влюбленных и способных на безумство. Да! Для активных и жизнерадостных. Да! «Ральф Рингер» и «Франческо Донни» на Андропова 9. Отель Карелия. Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис центры. Бар и ресторан. Отель Карелия. Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Компания «Эко-Окна» – крупнейший в Карелии производитель современных деревянных окон со стеклопакетами. Трехслойный клееный брус, финские лакокрасочные материалы и австрийская фурнитура. Надежно, удобно, престижно. Компания «Эко-Окна». Покупай раньше, сэкономь на зиме. Весь август. Шубы, куртки и пальто со скидками 10, 15 и 20 процентов. Ждем вас в магазинах «Меховая одежда» и «Меховой салон» на Горького, а также в «Северном сиянии» в торговом центре «Столица». В свой юбилейный 20 сезон туристическая компания «Тапиола» дарит всем, купившим путевку, подарок. Клиника «Дента плюс» проводит точные медицинские исследования на цифровом стоматологическом 3D-томографе. 3D-томография позволяет доктору и пациенту увидеть суть проблемы и найти ее решение. Стоматология «Дента плюс». Здоровье на долгие годы. Уже в эту пятницу в 7 вечера группы 7Б «Ангел небес», «Бригадный подряд», «Муха», «Серьга» и «Вася Обломов» презентуют свои новые клипы в программе ТВ по-нашему. Крутимся сами? Помогаем раскрутиться другим. Рекламное агентство «Прома». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...